знаете из-за чего я стал конкретно мужским парикмахером я сейчас подстригу чуть-чуть что-нибудь пожмякаю мы снимем это все дело до что вот типа вот так вот это все должно быть а потом я помою лёхе голову и он попробует уложиться как будто на свадьбу то есть ему посмотрим как он сам с этим справится мы тестируем наши ножницы которые будут под нашим брендом это мы короче сейчас будем делать свадебную прическу вам розочки сюда давали плетение сюда теперь у нас линия градуировки соответствует линии окантовки то что мы проходим на степи номер один друзья всем привет с вами снова и гражданов и в этом выпуске вы попадаете на бэкстейдж съемки мастер-класса может быть стрижки на длинные волосы здесь вы увидите несколько лайфхаков пару новостей то что вы не увидите в полной версии ролика и конечно же как только это видео наберет 300 лайков вы увидите полную версию данного мастер-класса поэтому если вам интересно увидеть то как стриглась эта стрижка поставь лайк прямо сейчас и поделись этим видео друзьями но я могу пожелать приятного вам просмотра и до скорой встречи ну в общем уже не есть сестра-близняшка прям вообще один в один один в один да нифига себе я даже не знаю тебе повезло или как это очень интересно потому что я до этого не общался с близнецами так сейчас когда ну общаешься при виде какой-то вопрос они даже одновременно отвечают ты задаешь вопрос они вдвоем отвечают то есть они прямо настолько вообще прям близнецы-близнецы да я приехал сюда на сессию как обычно и друг говорит пойдем поехали короче у меня у подружки выпускной типа у нее сестра и заберем их и поедем прогуляемся это был вечер летний прям все мерцало было очень красиво представляешь ночью прям сотни этих светлячков ваще романтика и короче там ты понял что тебя зацепил меня слушай это было не сразу мы потом сходили в горы и вместе большой компании и как-то как-то и как-то зацепило не ну больше всего мне понравится и узнал в горах короче город ближай мы нашли 180 квадратов и нам кстати только нужен дизайнер я помогу с этим вот ребята возможно короче возможно мы сейчас возможно я говорю пока нашему субботу встречаются в тетради но возможно мы сейчас находим того человека который будет делать дизайн а ошибка многих мастеров что они думаю там о ну прикольно это там техника слазит я знаю я сейчас сделала на самом деле очень важно не то в какой технике вы делаете а понимать что вы делаете ну вот конкретно а что мы делаем это вы не расскажет то что это очень долго считайте мне жаль что-то забил на диете это у меня просто не раз приходил там жаловую то что вот там это диетолог написал я днем пытаюсь терплю короче да ночью спускаешься да как ты знаешь и хер с ним от этой проститул конституции никуда не денешься теперь делаем градуров в нашей работе очень важно последовательность технологического процесса и теперь у нас линия градуировки соответствует линии окантовки то что мы проходим на степи номер один знаете из-за чего я стал конкретно мужским парикмахером я люблю стрижки но ненавижу укладки и вот допустим я конкретно с уверенностью могу сказать что данная стрижка будет офигительно лежать ему будет комфортно но сейчас нужно выйти сижу вложить как красиво на самом деле мы запустим в наши академии хэнкрафт и блок с укладками с мужскими потому что как оказалось реально на блоке мы приезжаем на стоит у нас степ по стрижкам укладка идет очень посредственно то есть раз-раз-раз посушили вперед но мы столкнулись тем что многие мастера реально не умеют работать с феном это большая проблема потому что именно от того как мы высушим зависит последующая персонализация поэтому мы включим обязательно в курс хэнкрафт который будет длиться два месяца может быть два с половиной это конкретная подготовка мужских парикмахеров мы включим курс укладка не буду дальше вам рассказывать будет сюрпризом а именно в этот момент у нас еще происходит не просто стрижка но мы тестируем наши ножницы которые будут под нашим брендом это семерка сталь 440 конвексная заточка подшипниковая винтовая пара есть нюансы но обалденная эргономика и и мы уже нашли есть небольшие нюансы по звуку есть небольшие нюансы здесь по мягкости вот здесь штыках ну и в общем мелкие мелкие доработки на сегодняшний момент все доработки отправлены и уже на семинаре в новосибирске скорее всего будет первая партия распространена и сейчас происходит тест практически обязательно выполняем проверку наших действий не потому что там нам нужно себя проверить и потому что это должно быть вот прям вот здесь это обязательно технологический процесс который мы постоянно обучаем и на первом на втором и на всех наших степах стол же это место поподробнее за счет внутреннего среза когда вчера я тебе говорил что основной укладки я будем вот так вот потому что тебе нужно внутренне вот эти формы то есть верь нужно ее поставить чтобы она держала надувать либо феном либо вот так и мы когда на семинарах выполняем стрижку с персонализацией мастера с укладкой не справляются я всегда говорю что поверьте мне если вы подстрижете так клиента и не справитесь с укладкой просто на пусто он может быть уйдет немножечко скажем недоволен потому что ему не нравится что мы сделали зеркало по форме по укладке ну потому что вы не вытяну не справились когда он придет домой помоет голову пересушит он удивится тому что он дома сделал гораздо лучше чем вы ему понравится и он просто будет о вас говорить что да она конечно я выхожу от нее как не знаю кто но блин она как-то так стрижет что дома я все делаю классно легко и удобно и игра если будет все в комплексе то есть вы будете углазку делать классно то вообще будет шикарно особенность такая вот идет форма головы но она же понятно округлая есть наивысшая . то есть самая выпуклая в твоем случае она находится вот здесь и она находится каждый раз у разных человек в разных местах то есть мастер должен понять именно то что уровень первого среза в персонализации должен быть на уровне вот этой точки потому что если он сделает ниже то есть сразу форму начнет закругляться это часто видно после стрижет приходят знакомые и торчат эти волосы полутониками ребята если вы разговариваете с вашим клиентом и вы действительно являетесь профессионалом и можете рассказать вашему клиенту что именно вы делаете на каком основании так как я сейчас это сделал многим клиентам это реально очень приятно и они сами вникают в процесс стрижки нужно четко понимать что вы делаете для чего вы делаете и наша основная задача конечно и задача хэдкрафтинга это довести до мастеров то что именно все нюансы технические чтобы не было в стрижке случайного результата чтобы каждое последующее действие оно было действительно обдуманным продуманным и конечный результат вы понимали что будет получаться в этом и есть хэндкрафтинг в этом и есть академическая стрижка понятие то есть вы реально должен быть академиком стрижки четко понимать что зачем и почему хэндкрафт это не случайный результат специально пробуем делать максимально естественно без какого-либо стайлинга ну потому что сразу у нас такая главный может сказать критерий то что он не скажем когда будет сам себе прическу делать он не сможет к нам прийти там чтобы мы причали того что у нас не будет здесь ну и в конце концов нужно делать так чтобы она максимально легко укладывалась в принципе то есть мы все для этого сделали поэтому сейчас когда высушиваем это все должно быть максимально естественно я думал сначала взять какой-то может быть стали а потом я подумал что все-таки это будет какой-то искусственный залог поэтому без этого сделаем крутая стрижка офигенно будем делать эксперимент если вы смотрели все это дело очень внимательно то слышали короче мы сейчас помоем клиенту голову и просто напросто он попробует сделать посушиться самостоятельно здесь основная задача заключается в том чтобы он сам без нас мог делать дома красиво я могу сразу однозначно сказать но судя по легким движениям видите он более и вытягивает не делает вот эффекта таких мягко на полот она больше протягивать больше вытягивает но как бы какая разница вот такая вот у него привычка и посмотрим насколько она сейчас будет заставка с тем что я на 3 вот в в в в в в в в самое что мне нравится допустим дайте сейчас это то что вот эти зоны у него появился объем и такое ощущение что у него появилась большая масса волос то есть и форму вот здесь смотрите она достаточно такая пышная а вот это мне понравилось то что у нас вначале было прямо до момента того что вот он вытянул ее да вот именно то есть но это уже как бы такой нюанс кстати напишите в комментариях кому какая укладка больше понравилось понравилась укладка вьющийся или понравился более прямой волос лёха будет смотреть потом это видео и сделает вывод нравится большее количество аудитории спасибо юра спасибо большое вот эта длина лёха не стригся два года два года два года лёха не стригся короче у него была очень короткая стрижка такая и когда крайний раз у меня был с короткой стрижкой помнишь я тебе говорил на тебе нужно снять будет мастер-класс как работать вот с этим ростом волос то есть на коротких волосах чтобы его скрывать в итоге короче он потерялся на два года то есть но пару раз пытался записаться не получилось а потом когда он в итоге записался он пришел вот так без болочки ничего короче не видно он садится в кресло снимает эту бейсболку короче у него вот такие волосы что такое я тебя не буду сейчас стричь давай я буду снимать так что вот так ребят ну лёха спасибо тебе большое спасибо спасибо большое встречи ставьте лайки ребят если вам понравилось мы будем стараться еще а вот и лёха на самом деле будет смотреть кому какой вариант больше понравился либо вот то что он высушился и более прямой или более вьющийся тысячи человек скажет про то что круто вот так он будет делать так спасибо за совет спасибо ребят пока я расскажу вам сделаю маленький лайфхак по поводу того что нужно делать расческа когда она упала упала расческа мы подняли вот так вот и пошли работать мы с дедушкой бухали ночью в сарай в сарае спали короче я прибегаю к джинсу в кофте такой растянутый оператор на меня смотрит вы жених и я говорю да он говорит у вас хоть костюм есть надеюсь эксперимент получил сейчас столько громких слов а потом ну и все и волосы выпали да подписи своя